В апреле 2019 года офис Нурсултана Назарбаева переехал из Аккорды в здание Назарбаев-центра или библиотеки первого президента. С тех пор на деятельность канцелярии экс-президента, который вплоть до нынешнего года сохранял широкие полномочия, несмотря на отставку, из бюджета страны ежегодно направляли миллиарды тенге. В 2019 году выделена сумма 1,9 миллиарда тенге, из которых миллиард для библиотеки Елбасы, остальное на обеспечение его работы. В 2020 году эта цифра была увеличена и составила 2,2 миллиарда тенге. В прошлом году канцелярия президента получила от государства чуть меньшую сумму – 2,1 миллиарда тенге. В нынешнем году Назарбаев-центру из республиканского бюджета выделено 2,6 миллиарда тенге. Я в 2019 году передал полномочия президента Асмужамарту Тухаеву. И с тех пор являюсь пенсионером. И в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана и никуда не уезжал. В общей сложности с марта 2019 года на поддержку библиотеки экс-президента было выделено около 9 миллиардов тенге, что составляет примерно 21 миллион долларов в пересчете по текущему курсу. Нурсултан Назарбаев, несмотря на отставку, оставался председателем влиятельного совета безопасности. Пока в разгар январских событий не лишился этого поста. Был лидером партии власти. Принятый более 20 лет назад закон о первом президенте гарантирует Назарбаеву иммунитет от преследования, неприкосновенность его имущества и активов членов его семьи. В собственности семьи Назарбаева банки, отели, множество крупных зданий и дворцов, роскошные самолеты и гольф-клубы. По данным Центра исследования коррупции и организованной преступности, фонды Назарбаева управляют активами на 8 миллиардов долларов или около 3,5 триллионов тенге. Это в 3,5 раза больше годового бюджета Алматы, крупнейшего города страны. Согласно закону, экс-президент имеет право на ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада президента республики. Помимо прочего, ему предоставляются квартира и государственная дача с необходимым обслуживанием, личная охрана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова